Самым главным событием вчерашнего дня это встреча Си Цзиньпина и Байдена в окрестностях Сан-Франциско. Самое главное событие не только вчерашнего дня, но думаю, что и последнего времени. Коротко об итогах. Конечно, итоги, скорее всего, будут известны нескоро, они проявятся в конкретных действиях, но пока есть самое-самое главное. Мне очень понравилась формула, которая была использована в этой беседе, открыта, по крайней мере, в той пресс-конференции, которую дали оба лидера. Договорились управлять конкуренцией. Ну, в общем, так достаточно креативно решили управлять конкуренцией. Ну, по крайней мере, по крайней мере, честно. Значит, самое главное, что произошло, о чем было сказано, то, что были восстановлены каналы прямой связи на разных уровнях, как между лидерами, так и между военными. Что самое главное. Это связь, которую мы хорошо помним, что происходило после Карибского кризиса, когда действительно была установлена эта связь, был проложен кабель, и можно было, лидеры на тот период двух полюсов через океан могли звонить друг другу. Это очень важная история. Ну, и сейчас опять вот через океаны установлена связь между военными, что очень важно, и между, договорились о поддержании контактов между первыми лицами. Ну, это, пожалуй, самое важное. Эти контакты были, линии связи были уничтожены после того, как Китай их отключил после визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в августе прошлого года, когда она неожиданно прилетела на Тайвань. Именно после этого визита Китай фактически мало того, что устроил вокруг Тайваня масштабное учение с имитацией вторжения на остров, но помимо этого еще и отключил линии связи. Ну, сейчас они восстановлены, так что я думаю, что фактически это, ну, пожалуй, это самое, можно сказать, из того перечня известных результатов, это может быть самое важное. То есть, на самом деле, фактически, можно сказать, ну, главный, конечно, вопрос, который интересует Сии, который обсуждался там, это вопрос о Тайване. Си Цзиньпинь заявил о том, что Китай не готовится к вторжению на Тайвань, и, в общем, видимо, видимо, так сказать, рассчитывает втянуть Тайвань в юридическую орбиту Китая мирным путем, экономическим давлением и так далее. Ну, в общем, короче говоря, все это говорит о том, что Третья мировая война, участниками которой неизбежно будут, могли бы стать Китай и Соединенные Штаты Америки, откладываются на неопределенное время. Значит, фактически, ну, вот, по поводу того, что такое вот этот вот контакт, можно сказать, что действительно это, ну, самое важное событие последних месяцев. По сути дела, из конкретики, которая известна, по крайней мере, после этой встречи, это создание рабочих групп, которые займутся сотрудничеством по борьбе с наркоторговлей. Чуть-чуть позже я скажу о той главной проблеме, которая в этой области интересовала Байдена, прежде всего Байдена, безусловно. Но рабочие группы по сотрудничеству в области искусственного интеллекта будут созданы. Китай, да, ну, собственно говоря, что, так сказать, с чем подошли два лидера к этой встрече? Китай, Си Цзиньпин, прежде всего, подошел в ситуации, когда, ну, не в лучшей своей политической форме, потому что, ну, прежде всего, естественно, внутренние проблемы, которые у Си были, и которые, в общем, побудили его на самом деле к этой встрече, потому что его имидж выглядел не лучшим образом в самом, внутри своей страны, потому что, ну, вот это увольнение двух самых высокопоставленных министров, министра обороны и министра иностранных дел, которых, причем это его же собственные назначенцы, без особого объяснения человек уволил, и поэтому, плюс к этому была чистка генералов, которые отвечали за ядерный арсенал, что тоже, в общем, произвело явно какое-то ощущение нестабильности в самом Китае, и китайцы этого, как известно, очень-очень не любят, то есть, в общем, возникло ощущение, что в высших эшелонах коммунистической партии Китая какие-то идут странные процессы, ну, плюс еще проблемы в экономике, которые хорошо известны, это то, что рост очень сильно замедлился, рекордный уровень безработицы среди молодежи китайской, то есть, короче говоря, целый ряд проблем внутри Китая, и все это, в общем, заставило СИ действительно пойти вот на этот контакт и, так сказать, организовать вот эту вот встречу, то есть, СИ, безусловно, здесь бенефициар, ну, может быть, очень важный бенефициар вот этого, вот этой договоренности. Трудно сказать о каких-то грандиозных подвижках в тех главных вопросах, которые обсуждались. Обсуждались, безусловно, ну, я уже говорил о том, что обсуждался Тайвань, здесь какой-то договоренности, кроме того, что Си Цзиньпинь не собирается в ближайшее время, ну, скорее всего, решать эту проблему военным путем, других хороших результатов здесь быть не может. Проблема судоходства в Южно-Китайском море, она была тоже поставлена, как было сказано на пресс-конференции. Проблема попытки Байдена договориться с Си о том, чтобы он повлиял на Иран, и, так сказать, чтобы этот конфликт на Ближнем Востоке не перерос в большую региональную войну. По крайней мере, затронут был вопрос о войне в Украине, но я не думаю, что здесь могут быть вообще хоть какие-то подвижки, поскольку Китай поставляет оружие России, поставлял и будет поставлять. Здесь сомнений особых никаких нет, тем более, так сказать, ну, здесь уже масштабы этой военной помощи Китая-России, они беспрецедентны, как стало известно из выступления Силуанова недавнего, о том, что подавляющее большинство беспилотников, которые находятся на вооружении российской армии, это китайское производство. Так что здесь сомнений в том, что Китай поддерживает Россию в военном отношении, в этом, ну, по крайней мере, в поставках вооружения, здесь нет никаких. Ну и плюс, конечно, огромная помощь северокорейской диктатуры в поставках боеприпасов. Здесь особых каких-то подвижек не будет. Субтитры создавал DimaTorzok